Пасмурный день не проблема, а отличный повод провести время на стрельбище. И непростой день. Мы померимся в точности и скорости с ребятами из команды BattleStrateGames. Никита Буянов. Капитан команды, как стрелковой, так и команды разработчиков самой игры. Он будет стрелять из карабина ТК-509 калибра 345 ТК. Александр Ковальчук, он же Киба. Стрелок и главный по анимации в игре Escape from Tarkov. Он будет стрелять из карабина Сайга-9. И третий участник команды Александр Махор. Такому даже никнейм не нужен. У него самый могучий ствол дня. Вепрь КМ в калибре 7,62х39. Команда канала Practical Shooting. Сергей Иванов. Миллиардер, филантроп, плейбой. Будет стрелять из надежного спортивного карабина в калибре 9х19. СТМ-9. Евгений Керенский. Талантливый оператор. Именно благодаря ему на нашем канале появляются очень красивые кадры. Он стреляет теперь уже из нарезного карабина ТР-9. Иван Косоротиков. Ужасный на лицо, добрый внутри. Он будет самым дорогим и богатым из представленных сегодня карабинов АТ-15 в калибре 2-2-3. Итак, в нашем распоряжении чуть больше часа. И это будет три индивидуальные дуэли и одна общая. Упражнение номер один. Дуэльное дерево. Здесь нужно выстрелами повернуть тарелки со своей стороны на сторону соперника. А те тарелки, что он перевернет на вашу сторону, максимально быстро перевернуть обратно тоже на сторону соперника. Перед началом поражения тарелок каждый из дуэлянтов должен поразить стальной попер. Количество выстрелов не ограничено, но время на все про все 30 секунд. И в первой дуэли сойдутся оператор против аниматора. Евгений против Александра. И посмотрим на что они способны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время закончилось на самой перезарядке, а все мишени оказались на стороне Александра. Поэтому выиграл Евгений с командой практикал-шутинг. Я даже пытался считать там секунды, что 30. Не скажу, что это прям получилось, но в какой-то момент думаю, что вышло, да. Вообще я начал очень бодрячком. Потом противник, условно назовем противник, закрыл центральную тарелку, но она встала под углом. Вот. Либо за неимением опыта, не знаю почему, я сконцентрировал внимание на ней и пытался ее дозакрыть. В итоге прожег все патроны. Подумал, что лучше я спокойно отстреляю по пера и уже буду успевать за оппонентом достреливать тарелки. Слава богу, получилось. Я наблюдал, как противник закрывает остальные, и мозг сигнализирует, что пора уже взяться за остальные мишени. Но в то же время он говорит, ну все, сейчас таймер. И в это время как раз звучит таймер, и я проигрываю. В прошлом году на нашем канале мы разбирали с точки зрения стрелковки игру Escape from Tarkov. И я неосторожно называл эту игру то Тарков, то Тарков, 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 и путал правильность названия. Об этом я спросил у главного по игре Escape from Tarkov, как он относится тем, кто коверкает название его игры. Лично я перестал относиться негативно уже давно. Вот. Для меня это тоже значит, что человек не в теме. Вторая дуэль. Это всего лишь один точный выстрел. Но чтобы получить возможность сделать такой выстрел, потребуется пробежать более 100 метров до единственного патрона. Соперничают Иван и Александр. Тот, кто домщится первым, должен будет как можно быстрее зарядиться и, поборов тряску и одышку, поразить маленькую металлическую тарелку с рук. А до нее как раз 100 метров. Если дуэлянт промахивается, то уже его соперник, немного отдышавшись, получит шанс победить одним точным выстрелом. Дуэль и одновременно забег длится до трех точных попаданий. Готовы? Раз, два, три. Давай, Ваня! Давай, давай, Ваня! Давай, давай, давай! Так как винтовка у меня была, моя арка, спортивное производство Альфатек с оптическим прицелом, ну, не попасть на 100 метров было бы, наверное, сложной задачей. Как оказалось, дело даже не в том, чтобы попасть на одышки, а в том, чтобы первым добежать. Может быть, в следующий раз мы усложним правила. А пока выяснилось, что Иван налегке и без всякой брони в кроссовках добежал быстрее. Может, до стрельбы ты не дойдешь? Он сам легкий и хорошо физически подготовлен. Он даже успевал оглядываться и не бежать быстрее необходимого, хотя Александр очень старался. До трех побед, не три за год, а и до двух побед, да? Нет, до десяти побед! Я, на самом деле, бегать всегда любил. И суть в том, что еще 7-8 лет назад я выполнял норматив мастера спорта в беге на 10 километров. У меня был геймплан определенный на выполнение этого упражнения. Я сначала такой стартанул, а потом смотрю, соперника не вижу. Я такой посмотрел в сторону, смотрю, он там в бренджилете, а сзади бежит. Думаю, ну, зачем бегать в бренджилете? Плиты где-то по 2 килограмма, наверное, ну, там, 4 килограмма он весит. На работе я исполняю обязанность завхоза, обеспечиваю сотрудников. Бегать вообще не люблю. Хотя и не любит, но все равно мужественно бежал. Тем временем счет был уже 2-0, и чтобы выиграть, Ивану нужно было опять добежать первым и не промахнуться. Признаемся честно, команду канала Practical Shooting для беговой дуэли мы выбрали мастера спорта по бегу, а не кого-то потолще. Давай, Ваня, жми! Я как-то в спорте! Давай, Ваня, быстрее давай! Но все-таки нужно отдать должное Ивану. Среди нас он лучше всех стреляет на большие дистанции с рук и оправдал наше доверие. Чемпионат по бегу с карабином выиграл! PSChannel.ru Это сайт, на котором вы можете приобрести тюнинг для своего оружия. Еще по крайней мере один год вы сможете тюнинговать свое оружие законно. На сайте PSChannel.ru действительно качественный тюнинг. Заходите и поддерживайте наш канал. Третья и последняя индивидуальная дуэль. Сергей Иванов против Никиты Буянова. В этот раз стоит задача поразить бумажные мишени каждую шестью выстрелами и в конце поразить поппер. При этом до старта оружие полностью разряжено и нужно максимально быстро его зарядить. Шесть раз поразить мишень, затем перезарядиться и поразить еще одну мишень шестью выстрелами. И в самом конце, через проем в стенке, поразить поппер. Итак, первый раунд остался за командой Practical Shooting. Но почему Никита настолько задержался? А произошло вот что. Прямо посреди дуэли у него отказал карабин. И пока он пытался его привести в порядок, я уже стрелял последнюю мишень. ТК-509, гладкоствольный наш замечательный новый калибр, относительно новый. Ну, в результате вот он меня подвел. В принципе, у меня на 10 выстрелов было по одной, по две осечки. И это, конечно, это катастрофа для спорта, для вот именно состязаний. И да, это было плохо. Надежность — это, безусловно, одно из ключевых качеств оружия. Если в процессе состязания что-то не работает, то это почти невозможно компенсировать ничем. Выиграть только за счет крутизны оружия нельзя, какое бы дорогое или точное оно не было. А вот проиграть из-за проблем с ним — легко. Что уж говорить про оружие в бою. Упражнение мне было знакомое последние 10 лет, поэтому, ну, зарядил, отстрелял 6, переместился, зарядил, отстрелял. В общем, для меня это было довольно легко. Карабин надежный, условия понятные. Во втором раунде карабин у Никиты работал, и здесь я уже честно опередил его на скорости заряжания оружия, пока он немного замешкался. Здесь сыграли сугубо спортивные навыки. Кстати, в конце видео смотрите ссылку на видео, как зарядиться за одну секунду. И спортивное оборудование куда быстрее тактического. Время финальной дуэли. Здесь уже нужно стрелять всей командой. Мокрая и холодная погода для нас не проблема, но две камеры из четырех уже перестали работать. По условиям упражнения нужно поразить 20 мишеней размером от 10 сантиметров, но большая часть мишеней — это поперы. Все мишени находятся на дистанции от 30 до 100 метров, и только финальная мишень на расстоянии аж 300 метров. Команды стреляют по очереди. Первая команда — Battle State Games. Начинает капитан команды Никита Буянов, и он поражает первые несколько мишеней, заканчивая самой небольшой. Вторым в игру вступает Александр — Киба. Ему придется стрелять сквозь щели в баррикаде. По-другому стрелять нельзя, и в таких положениях попадать всегда сложнее. Поэтому ему придется стрелять из колена и даже лежа. В таком положении понять, попал ты или не попал, не очень просто. Поэтому товарищ по команде ему помогает. Он слышит попадание пули, звон металла и сообщает, что попадание есть. Процесс усложняется тем, что приходится с сильным наклоном стрелять по мишени. Это меняет точку попадания, и опытный стрелок знает, что вынос надо делать в сторону магазина. Я не слышу! На Александре бронежилет, подсумки, кобура — все это усложняет перемещение. Тем не менее, по мишеням он стреляет на удивление точно, и видно, что он тренировался на такой декорации. Вот у него остался последний выстрел в малюсенькую 10-сантиметровую мишень на 50 метров. Теперь эстафета переходит к последнему стрелку. Ему надо стрельнуть на 300, из положения лежа — выстрел. И он попадает с первого выстрела. По-моему, он сам удивился. А говорят, еще калибр 7,62 на 39, ненасильная траектория, трудно попасть на 300. Он сделал это с первой же попытки. Ребята управились за одну минуту 5 секунд. И в таком отличном времени большая заслуга Александра Кибы. Это удивительно, как он быстро отстрелял все из сложных положений на декорации. При этом он, скромно уклоняясь от похвалы, рассказал о своей Сайге-9. Во-первых, это любимое мое оружие. И я считаю, в отличие, не знаю, может быть, от большинства мнений, что даже 100 не предел. У меня одно время стоял на нем прицел Кобра. Очень плохой отечественный прицел. Но у него есть марка специфическая, где нижний, так скажем, пенек ровно 200 метров. И гонг-20 на 200 попадать не проблема с 9. С рук или с упора? Хоть с рук, хоть с упора. Пришло время нашей стрельбы. Это будет непросто превзойти такое хорошее время. В первую очередь нам трудно придется с декорацией, так как именно ее мы не тренировали. Тем более, что Евгений стрелок-любитель. И именно он выбрал самое сложное. Поехали. Нам надо уложиться за одну минуту и 5 секунд. Надо спешить, и спешка может, наоборот, повредить. Первая, самая простая часть пройдена. 10-11 секунд ушло приблизительно на нее. И сейчас более сложная вторая часть работы с декорациями. Пока Евгений справляется очень здорово. Делай по одному, либо по два выстрела, что в принципе очень неплохо. И чем ниже, тем сложнее стрелять. Он опускается. Вот один из самых сложных портов. Оружие повернуто на 45 градусов. Тем не менее, с двух выстрелов он попадает. Теперь вообще на 90. И опять же ему понадобилось два выстрела. Он перешел в следующий порт. И здесь 3-4 выстрела. Все никак не получается. Он оперся на ствол, что делать нельзя. Лучше это делать на цевье. Да, он попадает, но завис. Конечно, к сожалению, он завис на этой мишени. У нас осталось всего 5 секунд. 5 секунд. Надо успеть. Вставай, Женя, и стреляй. Вставай и стреляй. Но нет, ему надо еще разобраться. Внизу. Да, это самое сложное. Ну что ж, мы уже не успели обогнать команду Battle State Game. Тем не менее, Евгений отлично справляется. Он стреляет из предпоследнего порта. Он снимает магазин. Отсоединяет магазин для того, чтобы можно было стрельнуть вертикально. У него всего один патрон был. Но он попал. Теперь еще раз ставил магазин. Хитрое решение. И последнюю мишень. Маленькую 10-сантиметровую мишень на 50 метров. У нас последний выстрел. Один. Второй. Вот только с третьего выстрела Иван смог попасть на 300 метров. Но это уже и не имело особого значения, поскольку ребята из Battle State Game нас опередили на этой дуэли. Я первый раз стрелял в баррикаду и стрелял с таких совсем нижних портов, с лежа. Ребята не только в оружии разбираются, но и умеют стрелять. Мы, конечно, реально знали, что ребята умеют стрелять. Они нас в одном уделали просто в щи, а в других мы их уделали. Потому что условия первых упражнений придумали мы, конечно. Друзья, как вам подобные соревнования? Если вам было интересно смотреть на подобные состязания, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. А еще лучше сделайте репост у себя.